переход 1 к стенкам смотрите если мы начинаем вязать без прибавок то есть из каждой петли основания по одному столбику у нас автоматически полотно наше не вширь а ввысь поднимается да то есть для чего мы делаем прибавки для того чтобы наше полотно как бы вширь расширялась если мы прибавки не делаем она начинает подниматься высоту до таким образом образуются стенки у корзинки поэтому сейчас будем вязать без прибавок схема нам уже дна не нужно мы будем вязать узором галочка вот это узор на котором лучше всего получается какие-то рисунки да но в нашем случае это будут глаза и рот да ну можно там любой рисунок узор связать там сердечко цветочек елочку все что угодно ну вот так как у нас хэллоуинские корзинки то мы будем вязать глазки и рот вот поэтому начинаем вязать стенки мордочки нас вот на выбор будут мордочки потом перейдем к ним у нас в любом случае первый ряд мы вяжем оранжевой пряжи да вот первый ряд оранжевой пряжи и со второго ряда у нас уже начинается рот и мы начнем водить нитку черного цвета вяжем 1 ряд переход 1 к стенкам делаем одну воздушную петлю и далее смотрите весь первый ряд мы будем вязать не как обычно за 2 стенки да не так а мы будем взять за одну вот эту заднюю стенку захватывая вот этот элемент с изнанки вот так вот да элемент с изнанки вот он вот эти вот задняя стенка вот она ну задняя полупетля то есть если вот она вся петля вот эта передняя полупетля да вот это задняя полупетля для чего мы это делаем для того чтобы у нас и такая вот каемочка образовалась вот она видите и такой более явный переход был 1 к стенкам элемент с изнанки захватом для дополнительной прочности если вам совсем сложно будет вязать захвата вот этот элемент с изнанки то можете вязать просто за заднюю стенку вот за эту то есть смотрите как ну как вам нравится как удобнее будет также можно взять крючок на один размер поменьше то есть если я вяжу восьмеркой можно взять допустим семерку у нее головка крючка немного острее будет удобнее вводить но в этом случае вяжем тогда не только чтобы разницы между рядами не было и после первого ряда возвращаемся к нашему крючку но я буду вязать сразу восьмеркой смогу ввести крючок куда надо поэтому восьмерка вы если что вот как я сказала можете или за заднюю стенку только или взять крючок поменьше значит вот я ввожу крючок вот мы задняя стенка и элемент с изнанки стараться водить крючок сразу за два элемента захватом рабочий протаскиваем на крючке две петли захватом рабочий провязываем столбик без накида опять вводим крючок заднюю стенку элемент с изнанки сразу одним одним как бы протаскиванием крючка до надеваем сразу эти две петельки на него захватываем рабочий протаскиваем и провязываем столбик и пять вот она та самая каемочка которая остается вот она видите это как бы передняя полупетля вот она остается и образуя вот такой вот декоративный край и вяжем столбики без накида до конца ряда без прибавок из каждой петли основания вяжем по одному столбику без накида вяжем по одному столбику без накида до конца ряда без накида до конца ряда без накида до конца ряда так провязываем последний столбик расправляем нашу корзинку и сейчас будем делать соединение итак соединение делаем следующим образом у нас вот невидимый шов то есть его вот не видно покажу вот видите здесь его не видно сейчас пока найду где он сейчас секунду вот здесь вот он здесь на корзинке он вот здесь вот его здесь ведь и не видно совсем вот такой невидимый шов мы будем с вами делать на стенках значит как он делается на этом этапе так вот петельку эту оставили вводим крючок за две стенки следующего полноценного столбика что это значит вот смотрим вот у нас была петли основания вот у нас была воздушная петля и вот следующий полноценный столбик полноценный столбик то есть вот она галочка и верхняя петелька полноценный столбик петли основания это воздушная петля и вот следующий полноценный столбик и вот за эти две стенки, только с изнанки, мы будем вводить крючок, то есть вот так. Захватываем вот эту нашу петельку и протаскиваем. И хорошо так подтягиваем. Так. Далее вводим крючок в ближайшую галочку, которая у нас находится вот возле этой петли свободной нашей, у нас она получается, ну вот, вот это вот. Вводим в нее крючок, головку как бы немножко вниз направляем, чтобы попасть ровно в галочку, в серединку. Захватываем рабочую нить и протаскиваем. Затем надеваем на крючок свободную петельку и провязываем две петли вместе. Таким образом мы сделали и соединение ряда и сразу его подняли. Вот и у нас узор галочка, видите, галочка из галочки, то есть это когда мы вводим крючок не за две стенки, вот так вот, не за две, не за одну, там, не за передней, не за задней, а в галочку предыдущего ряда. Вот они галочки и вот прям в галочку вот так вот мы будем вводить крючок сейчас вязать. Возвращаемся к нашему крючку, вводим крючок в галочку предыдущего ряда, захватываем рабочую нить, протаскиваем и провязываем столбик. Вот видите, галочка из галочки. И мы провязываем сейчас до того места, где у нас ниточка запуталась, где у нас будет черная нить вводиться, да, то есть на морочке. Давайте выберем мордочку, какую мы будем вязать, вот на той корзинке у меня вот такая связана, может быть вот такую тогда сделаем, улыбчивую, да, сейчас вяжем. Получится у нас, вот первый ряд оранжевый мы связали и получится, что у нас следующий ряд, у нас должно быть 3 черных столбика. Они должны быть примерно напротив того места, где у нас шов на корзинке, то есть вот здесь у нас если шовчик, то примерно напротив. Это не принципиально, да, вы можете хоть отсюда в мордочку начать вязать. Я обычно напротив шва, напротив шва, то есть где-то вот тут 3 петли у нас будут черного цвета. Довязываем до них, потом вводим нитку черного цвета. Вот они у нас галочка и мы в галочку вводим. И, как бы я делаю, пир時Bye with myAC! У меня я не знаю, что вот как-то делать или такое. вот довязали примерно да напротив шевчика и сейчас мы будем вводить черную ниточку следующим образом смотрите мы начинаем вязать столбик оранжевой нитью так начали вязать на этом этапе останавливаемся берем черную нить кладем его так на крючок так придерживаем и протаскиваем то есть завершили мы столбик черной нитью начали оранжевые завершили черный сейчас нам нужно связать 3 черных столбика мы сейчас будем за черной нитью кончик маленький черный оранжевую черт и оранжевую нить мы прячем вязание на поддерживаем сегодня в следующую галочку и уже вяжем черной нитью почему мы закончили значит предыдущий столбик черной нитью потому что то нитью который мы заканчиваем то петелька то я получается у нас относятся к следующему столбику поэтому если бы мы закончили оранжевой нитью то нас у этого столбика верхушка было бы оранжевая нам это не нужно чтобы нужно чтобы он был полноценный чел черный поэтому и закончили черную нитью 2 столбик мы тоже полностью вяжем черный прячем не забываем маленький кончик и оранжевую нить так 2 связали и третий столбик у нас будет мы начинаем черной нитью так а заканчиваем уже оранжевый по тому же самому принципу да если мы закончили черной нитью то у нас у следующего оранжевого столбика была бы верхушка черный нам это не надо у нас вот три полноценных черных столбика получилось и дальше до конца ряда довязываем оранжевым цветом черную нить основную вот из матка мы и оставляем ее не тянем маленький кончик мы его прячем вязание сейчас а и а он а провязываем последний столбик рядом и сейчас делать будем опять соединительную петлю вот смотрим у нас получается вот петля предыдущего ряда до которым мы делали которые петля подъема и соединительная петля 2 в одном вот она у нас ряд мы поднимали и вот идет следующий полноценный столбик вот она галочка вот они две верхние петельки вводим крючок вот за эти две стеночки до получается захватываем нашу свободную петельку протаскиваем сюда хорошо подтягиваем так находим ближайшую галочку к наши петельки вот она вводим в середину галочки крючок захватываем рабочий и протаскиваем затем надеваем на крючок свободную петельку и провязываем вот опять мы замкнули ряд до соединили и подняли вот она тут и наша как ее назвать то петля соединительная петля подъема так и назовем смотрите дальше расправляем то каждый ряд мы ручками подтягиваем дальше у нас мордочку то есть трех было черных да потом три четыре пять шесть семь из семьи да вот второй ряд нас второй и третий ряд рта будет из 7 столбиков черных поэтому будем их тоже провязывать вводим крючок следующую галочку который нас идет вот она середину галочки вытаскиваем нить и провязываем довязываем до нам нужно 2 еще вот эти черные буду то есть вот до сюда мы довязываем три вот оставляем здесь и до сюда довязываем мы довязали до того места где у нас должен начаться второй ряд рта смотрите у нас получается по схеме вот они вот эти две черные петли да они будут вот здесь у нас два черных столбика поэтому вот этот столбик который перед этими двумя мы начинаем вязать оранжевой пряжей так а заканчиваем уже черный берем нашу черную ниточку и заканчиваем вязать уже ей так и дальше вяжем уже черной пряжей при этом оранжевый кончик и вот эту черную протяжку мы вот так подтягиваем и прячем вязание чтоб с изнанки не было перетяжек так и вот почему мы заканчивали черной ниточкой до чтобы у нас вот эта верхушка у столбика была не оранжевого цвета черного если бы мы закончили вязать этот столбик оранжевой нитью то вот эта верхушка у нас бы была оранжевая нам это не нужно нам нужно чтобы весь столбик был черный да поэтому мы закончили вот этот столбик черной нитью вот эти мы все ниточки с изнанки спрятали они все у нас в вязание так сейчас вяжем еще один полноценный черный столбик а следующий столбик да у нас получается последний в этом ряду мы начинаем вязать черной пряжей а заканчиваем уже оранжевый поправляем здесь столбики вот у нас получился уже вот он второй ряд нашего рта 3 у нас будет точно такой же по количеству черную ниточку оставляем нам она не нужна дальше вяжем оранжевый до конца ряда делаем соединительную петлю вводим крючок за две стенки следующего полноценного столбика вот они протаскиваем нашу петлю хорошо подтянув вводим крючок ближайшую галочку под нашей петлей вот она крючок немножко вниз направляем до чтобы точную галочку попасть и протаскиваем рабочую нить затем надеваем свободную петельку и провязываем и мы опять замкнули ряд и подняли да и видите здесь совершенно нет никакого шва далее довязываем опять у нас до нашего рта так сейчас этот столбик начинаем вязать оранжевым а заканчиваем черным вот начали вязать оранжевым затем возвращаемся к нашей черной ниточки и довязываем уже черным цветом опять подтягиваем вот эти все ниточки сюда повыше мы их спрячем вязание на вот мы вводим когда крючок у нас ниточки которые мы прячем они над крючком получается здесь у нас получается 3 4 5 7 5 черных столбиков так и вот видите с изнанки мы прячем все ниточки у нас не остается никаких перетяжек ни оранжевых ни черных все спрятано и последний столбик мы начинаем из-за черный а заканчиваем оранжевой ниточкой вот мы связали второй а третий уже получается ряд наши морозочки четвертый ряд у нас будет видите по два черных столбика справа и слева довязываем до конца ряда и делаем соединительную петлю протащили подтянули вводим крючок в галочку смотрим где она вот она захватываем рабочую нить протаскиваем надеваем свободную петлю на крючок и провязываем их вместе и у нас сейчас ряд черный смотрите начнется на один столбик раньше поэтому вяжем до начала черного ряда вот смотрите здесь у нас вот этот столбик который вот над этим оранжевым будет он уже будет черный поэтому вот этот столбик мы начинаем вязать оранжевой нитью а заканчиваем уже черной Потому что вот эта верхняя петля, она как раз ляжет вот на этот столбик, а он у нас должен быть черным. Начинаем вязать оранжевый, затем возвращаемся к нашей черной ниточке. И вяжем черный. У нас получился один и второй нам столбик. Второй начинаем вязать черным цветом, а заканчиваем оранжевым. И тогда получится как раз два черных столбика, как нам нужно было. И вяжем со второй стороны. Сейчас мы будем вязать черные ниточки, обе будем вот сюда прятать. Смотрите, здесь у нас должен быть вот здесь черный столбик и вот здесь. Поэтому столбик, который перед ними идет, мы начинаем вязать оранжевым, а заканчиваем уже черной нитью. Так, а затем вяжем черный столбик. И следующий начинаем черной нитью, а заканчиваем оранжевой. Вот, смотрите, уже что-то похожее на рот получается. И у нас еще останется вот они по одному черному столбику. Довязываем черную ниточку, оставляем, довязываем оранжевой. Делаем соединительную петлю. Протащили нашу петельку. Находим галочку, вот она. Вводим крючок в нее. Захватываем рабочий нить, протаскиваем. Надеваем свободную петлю и провязываем их вместе. Вот мы замкнули ряд и подняли. Периодически можете вот так вот стенки ручками поправить. В принципе, получается все ровно. Ну и довязываем еще один ряд рота нашего. Довязываем оранжевой пряжей и потом здесь у нас будет еще по одному, вот они, черному столбику. Так, сейчас мы начинаем оранжевой ниточкой, заканчиваем черной. Так, находим нашу черную. Здесь вот когда у нас получается уже большое расстояние, такая большая перетяжка, вы ее не делаете сильно тугой, вот такой вот, например. Потому что ее неудобно будет ввязывать, прятать в вязании, да. То есть вы делаете ее примерно по длине, такую, как идет корзинка, да. То есть смотрите, какую оставить и ниточку подтягиваете черную, чтобы удобно было ее спрятать в вязании, не пришлось сильно натягивать. Да, вот так вот. Нам здесь нужно связать один черный, поэтому мы начинаем черный, а заканчиваем уже оранжевой ниточкой. У нас здесь всего один черный столбик. И на другой стороне точно так же. Сейчас вяжем оранжевые, все черные ниточки мы прячем опять в вязании. Вот они идут, вот они спрятаны вот здесь вот. Вы их придерживаете пальчиками и прячете. То есть когда вводите крючок, получается, да, вот эти ниточки обе черные, они над крючком. То есть когда вы будете провязывать столбик, они автоматически спрячутся в вашем вязании. Так, и вот этот столбик уже, я его уже провязала, его надо закончить черным. Смотрите, вот этот столбик, да, мы его не довязываем оранжевым, заканчиваем черным, потому что у нас последний должен быть черный. Его мы начинаем черным, а заканчиваем оранжевым. Черную ниточку оставляем. У нас, смотрите, по мордочке идет. Вот мы рот весь с вами связали. Следующий ряд будет полностью оранжевым цветом. А потом уже будут глазки. Вот черную ниточку мы оставляем, да, довязываем ряд оранжевым цветом и вяжем еще один ряд, потом тоже оранжевым. Вот я довязала до того места, где у нас должен начинаться глаз, да, то есть я довязала, получается, вот мы с вами закончили на последнем столбике рта, я довязала этот ряд, затем связала полностью ряд оранжевым цветом, да, вот он у нас идет по схемке. И сейчас дошла до того места, места, до того момента, где у нас должен начаться глаз. Вот он, да, и получается, над ртом, да, мы должны связать вот здесь вот три черных столбика. Вот, смотрите, то есть я вот дошла, сейчас вот этот столбик я начну вязать оранжевым, а закончу уже черным. Начинаю вот оранжевым, так, нахожу нашу черную ниточку и заканчиваю черным. Так, и сейчас нужно связать три черных столбика. Вот у нас один, второй и третий мы начинаем черной ниточкой, а заканчиваем уже оранжевой. Тогда у нас получится три полноценных черных столбика. Так, дальше у нас по схеме смотрим, три оранжевых идет, поэтому вяжем первый оранжевый столбик. Второй оранжевый столбик. А третий оранжевый столбик начинаем вязать оранжевым, а заканчиваем черной ниточкой. И дальше опять вяжем глазик. Ниточки, мы видите, с изнанки все прячем. Ничего не видно. Первый черный. Второй. И третий начинаем черной и заканчиваем оранжевой ниточкой. Так, вот наши глазки начало. И у нас еще останется один ряд глазок. Опять довязываем ряд до конца, делаем соединительную петлю, затем начинаем оранжевой ниточкой и доходим до начала глазика. Вот, довязали мы до глаза. Да, смотрите, у нас по схеме идет вот они, два черных столбика. Поэтому здесь вот мы еще оранжевым провязываем полностью столбик. Так. Здесь столбик начинаем оранжевым, а заканчиваем черной ниточкой. Так, и дальше вяжем черный столбик. А здесь начинаем черной ниточкой, а заканчиваем оранжевой. Так. Дальше мы вяжем по схеме три оранжевых. Черные все ниточки прячем в вязании. Вот, две оранжевых столбика связали. И третий начинаем оранжевым, а заканчиваем черной ниточкой. Так. И дальше у нас идет две черных. Значит, одна черная. И второй черный столбик. Вот они, да, две черные клеточки у нас. И мы провязываем вместо них два черных столбика. И заканчиваем этот оранжевым уже. Вот, смотрите, у нас получились отличные глазки. И достаточно милая, улыбчивая мордочка. Черная ниточка нам больше не нужна. Все, мы ее можем смело отрезать. И вот этот маленький кончик нужно будет спрятать вот здесь в вязании. Вяжем его. Довязываем оранжевым цветом ряд. И затем еще один ряд полностью оранжевым. То есть мы довязываем вот этот кусочек маленький. И еще один оранжевый ряд. И после этого уже будем прятать ниточку и вязать вот такую вот веточку. Заканчиваем ряд. Вот мы довязали, да, то есть мы связали еще один полностью оранжевый ряд. Довязали. Сейчас мы не будем делать соединительную петлю, как мы до этого делали. Мы обрезаем кончик ниточки. Так, на этом этапе ниточку так протаскиваем. И смотрите, мы сейчас сымитируем верхнюю петельку. То есть мы вот так вот нить протащим. Так. И с изнанки вот так вот вводим в тучок. И протаскиваем сюда нашу ниточку. И тогда у нас получается, смотрите, какая верхняя петелька. У нас абсолютно не видно, где закончился ряд. То есть, смотрите, по сути, вот у нас вот этот шов идет. Вот здесь у нас мы сымитировали вот эту верхнюю петельку. И со стороны это абсолютно ничего не видно. И кончик вот этот вот, который у нас внутри, мы его с изнанки прячем. Протаскиваем его вот так вот под элементы вязания. Крючком поменьше. Вот так вот и прям протаскиваем. Сантиметров 5-6 можете спрятать, протащить его. Будет достаточно. Поправляем корзинку руками. Прям расправляем у нее бока. Постягиваем, если вдруг где-то что-то затянуто получилось. Вот, смотрите, какая у нас получилась милая хэллоуинская мордочка. И сейчас мы свяжем с вами вот такую вот палочку, веточку от тыковки. Вот они какие классные. Вяжем вот такую веточку. Свяжем веточку нашей корзинки, нашей тыковки. Примерно по центру смотрим. Вот корзинка идет. И на противоположной стороне. Я буду вязать черной ниточкой, можно зеленой, коричневой или там под цвет вашей корзинки. Значит, вводим рабочую нить. Так, кладем ее на крючок и протаскиваем. Затем захватываем рабочую нить, протаскиваем, как воздушная петля. Вводим крючок в следующую петлю основания. И провязываем столбик без накида. Мы, видите, мы как бы изнутри корзинки вяжем. Вводим крючок в следующую петлю и опять провязываем столбик без накида. У нас получилось 3 столбика без накида. Делаем воздушную петлю и поворачиваем вязание. Провязываем 1 столбик без накида. Так. Затем делаем опять воздушную петлю. И поворачиваем наше вязание. Можно, в принципе, вот такую оставить веточку, да, то есть ниточку обрезать и кончик просто будет торчать. Можно связать еще вот сюда, вот вбок. Тут за элемент какой-нибудь, ну, какой вот у вас получится здесь за элемент сбоку захватить. Вводите крючок и провязываете еще один столбик без накида. Затем делаете воздушную петлю и переворачиваете вязание. Так, на этом этапе можно ниточку обрезать. И вот у нас, видите, такая петелька, мы в нее вот так вот. Ниточку, вот этот кончик протаскиваем и затягиваем. Обрезаем еще чуть поменьше. Кончик вот этот вот чуть поменьше еще. Вот этот кончик, который у нас остался, его можно спрятать прямо в вязании. Добавим фактуре наши веточки и прямо протащим его разными-разными способами, как хотите, сквозь нашу веточку. Она у нас станет такая попышнее и побольше. Продолжение следует... И тоже можно и сюда наверх вывести, к нашему вот этому кончику, который мы обрезали. Вот, и оба кончики вывели сюда наверх. Вот, смотрите, какая получилась веточка. Ее не принципиально, как вязать, то есть вы можете просто ее любыми удобными способами. Из двух, из трех столбиков без накида, из четырех. Да, нам главное, чтобы получилось что-то похожее на веточку. Вот так вот. Ну вот, собственно, смотрите, наши корзинки готовы. Классные хэллоуинские тыковки. Корзинки-тыковки. Классные хэллоуинские тыковки.